В Сальгорском районе порядок начали наводить уже несколько недель назад. Ведь снег, который зимой надёжно скрывал мусор и грязь, сошёл. Только в этом году за прошедшие месяцы санитарной службой города было выдано 18 рекомендаций по наведению порядка на территории гаражных кооперативов. Типичными нарушениями являются несвоевременный вывоз мусора, площадка для сбора отходов либо контейнеры переполнены, загрязнённость территории бытовыми и строительными отходами, а также отсутствие раздельного сбора мусора. К владельцам таких гаражей особое внимание. Однако некоторые из них уже приняли меры по устранению своих проблемных зон, как, например, гаражный кооператив номер 2. Наша служба проверяла гаражный кооператив в пятницу 23 марта. И были даны рекомендации по уборке территории гаражного кооператива, в частности, данной площадке, которая была переполнена. На сегодняшний день мы видим, что есть положительная динамика, есть положительный момент. То, что председателем приняты меры по уборке площадки, по вывозу мусора с территории кооператива. Объезжая гаражные кооперативы, проверяющие в случае обнаружения невыполнения указанных норм, выдаёт предписание. А по истечению данного срока проводит проверки, руководствуясь при этом правилами благоустройства и содержания населённых пунктов. Согласно этим правилам, гаражные кооперативы должны содержать в чистоте территорию в соответствии с сезонными особенностями, заключить договор со специализированной организацией, организовать вывоз отходов согласно схеме обращения с коммунальными отходами, организовать разделение отходов по видам в соответствии с требованиями законодательства. За нарушение правил благоустройства влечёт наложение штрафа на до 25 базовых величин, а на юридическое лицо – от 20 до 100 базовых величин. Свалка мусора на прилегающей территории характеризует автовладельцев не с лучшей стороны. А захламлённость бытовыми и строительными отходами порой создаёт пожароопасную обстановку. Да и вблизи таких мест лучше внимательно смотреть под ноги. Ненароком можно напороться на что-нибудь. Контрастным положительным примером можно назвать гаражный кооператив номер 4. Здесь чистота и порядок. Мы будем проводить проверки на протяжении месячника. Ну и в дальнейшем тоже будем контролировать. А к 21 числу, тогда, когда будет проводиться республиканский субботник, все территории должны быть приведены в порядок. Мониторинги показывают, что постоянная работа с председателями гаражных кооперативов даёт результат. Конечно, некоторые автовладельцы игнорируют правила, но это уже дело каждого. А для того, чтобы навести порядок и уют, не стоит ждать предписаний от санитарных служб. Заботиться о чистоте – задача каждого добропорядочного гражданина.